Павел Григинч сейчас учится в третьем классе, но уже знает, кем хочет стать. На такой, казалось бы, взрослый серьезный вопрос отвечает уверенно и ни капли не сомневаясь – врачу. Сейчас мальчик вместе с остальными детьми из группы с неподдельным интересом наблюдает, как герои-спасатели работают на воде. Он, как и они, хочет спасать жизни людей. Купаться надо со взрослыми, потому что если вы будете со старшим братом, то если он бросится вас спасать, то он с вами утонет. Надо ходить с жилетом, чтобы не утонуть. А еще не надо заходить за буйки, потому что там плавают корабли. Но перед тем, как дети перешли к так называемой практике, сначала они прослушали целый курс теории. В этой группе не нашлось ни одного ребенка, который бы не любил плавать. Для каждого лета – это время, которое нужно проводить у воды. Они знают о правилах безопасности, но только вот не всегда их соблюдают. Некоторые, к сожалению, могут поделиться своим печальным опытом водного отдыха. Я просто пошла немного глубже, и потом папа мне помог, вытащил меня. Я кричала, думала, как будто кто-то тянет, за что-то зацепилась. Как рассказать ребенку, что вода – это не только друг, но и враг? В освод приводят печальную статистику. В нашей стране уже погиб 151 человек. Из них 13 детей. По нашей области цифры тоже не утешают. В текущем году погибли четверо детей. Практически все случаи детской гибели на воде специалисты называют нелепой случайностью. Самое ужасное, что у нас все детки тонут только потому, что у нас родители оставляют без присмотра деток всех у воды. И приходят их к нам на пляж загорать, и мамы не следят за своими детками, считают, что все остальные должны за них выполнять их работу. Такие познавательные экскурсии проходят у всех детей из пришкольных лагерей. Кроме этого, у них есть время и на отдых. В стенах школы они ежедневно с 9 утра до 5 вечера чем-то заняты. К примеру, в 27-й, к Дню Независимости, открылась выставка военной техники. Сейчас это самое популярное место. Уменьшенные модели танков и самолетов. Тех, на которых солдаты Красной Армии защищали наши земли. Все это вызывает у детей большой интерес. Помимо информативных занятий, здесь проходят всевозможные конкурсы. Дети раскрывают свои таланты и находят свое любимое влечение. Мне такие лагеря, где много всего, много детей, много нового можно узнать. Мне такие лагеря нравятся. Пришкольные лагеря – это хорошая помощь родителям. Они работают с 9 до 5 вечера. Есть и дежурная группа, которая позволяет приводить детей к 8 утра и забирать только в 9 вечера. Это сделано специально для того, чтобы родители могли спокойно подстраиваться под свой график работы и не волноваться. Их дети в надежных руках. Яна Миличенко, Гаджан Батарджанов. Новости Гродно+.